Всем привет, с вами Найт. В этом видео я хочу немного поговорить про Blood Hunt, королевскую битву во вселенной Vampire the Masquerade, которая вышла 7 сентября 2021 года. Игру сделала команда под названием Sharkmob на движке Unreal Engine 5. Они, кстати, также и издали ее. Уверен, что некоторые из вас сейчас вообще впервые слышат про эту игру, что неудивительно, ведь релиз был не особо громкий, плюс это очередной батл-рояль, жанр, который успел надоесть всем еще в 2021 году. И, как следствие, игру почти никто не заметил, и ее прекратили поддерживать через год после релиза. Сам же я в нее в первый раз поиграл в 2022 году, но шла она у меня на тогдашнем ноутбуке совсем печально, и я в результате ее дропнул. Но сейчас у меня уже нормальный ПК, и я смог в нее полноценно поиграть. Заметили, кстати, да, что почти все мои видео начинаются с того, что я рассказываю, что сначала я играл в какую-либо игру на своем старом ноуте, а потом делаю то же самое, но уже на нормальном компе. Что ж, когда-нибудь этот список игр точно закончится. Для начала, чтобы хотя бы немного понимать, что тут вообще происходит, давайте я коротко расскажу про мироустройство этой вселенной и Bloodhunt в частности. Самая первая игра серии вышла в бородатом 2004 году и называлась Vampire the Masquerade Bloodlines, которая в свою очередь была основана на одноименной настолке. Давайте сразу условимся. Говоря про вселенную этой игры, я буду называть ее Маскарад. Просто каждый раз проговаривать Vampire the Masquerade не очень удобно. Во вселенной Маскарада вампиры тайно живут среди людей, разделившись на множество кланов и поддерживая между собой шаткий мир. Одно из правил, которые все кланы должны соблюдать, это не убивать людей. Как мне рассказал друг, который более-менее шарит в лоре, некоторые кланы сотрудничают с людьми, которые предоставляют им кровь, а какие-то сосут ее напрямую из людей, но так, чтобы при этом они не умирали. Вот как-то так. Если я где-то ошибся, поправьте меня в комментариях. В чем же, собственно, суть замеса непосредственно в Bloodhunt? Действие нашего сегодняшнего Маскарада происходит в чешском городе Прага. Вампиры столетиями незаметно жили среди простых людей на улицах этого прекрасного города, соблюдали маскарад, тайно влияли на общество, пили кровь, в общем, жили-нетужили. Но однажды среди вампиров начался раздор, и за ним война. Это дело заметили люди из некого ведомства и начали кровососов прессовать. И вот в этом безумии нам и предстоит принять участие, сражаясь с другими вампирами и людьми. Во вселенной Маскарада есть семь кланов. Это если говорить именно про Маскарад Bloodlines 2004 года. В самой настолке их намного больше, но в нашем сегодняшнем Bloodhunt их только пять. В каждом из них по два архетипа, у каждого из которых есть свои оригинальные способности, но также есть и общие клановые умения. Например, вампиры из клана Бруха высоко прыгают. В клане Носферату умеют становиться невидимками. Тореадоры умеют эффектно телепортироваться на небольшие расстояния. А вампиры из клана Вентру способны на короткий отрезок времени облачаться в броню из черного мрамора. А вот в последнем клане Тремеров есть только один архетип – книжник. Его клан умеет полноценно летать и владеет магией крови. Думаю, если бы поддержку игры не прекратили, то наверняка добавили бы к Тремерам еще один архетип и еще два недостающих клана – Малковиане и Гангрелы, которые были в Маскараде 2004 года. Когда игровая сессия находится, вас выбрасывают на улицы ночной Праги, перемещаться по которой можно практически любым способом. Тут вы можете бегать по атмосферным улочкам, увешанным неоном и прочими светящимися штуками, находя лут в брошенных авто. Можете карабкаться по фасадам, можете бегать по крышам, можете даже летать. В плане перемещения по игровой зоне Blood Hunt довольно неплоха. Прага вообще сделана весьма добротно, как в плане геймдизайна, так и в плане художественного. Городам тупо приятно любоваться. Кстати, забавное наблюдение – на крышах Праги иногда можно увидеть такие обугленные тела, явно не успевших вернуться домой до рассвета вампиров. Из пяти кланов в Blood Hunt мне больше всего зашли три – это Вентру, Тореадор и Носферату. Сейчас о каждом из них расскажу немного поподробнее. Играя за клан Вентру, я выбирал Стража. У него есть способности, помимо умения облачаться в мраморную броню на пару секунд, что порой очень выручает в сложных ситуациях, есть скилл, который называется Аковы. Применяя его на противнике, Страж на некоторое время как бы привязывает его к месту, где он его поймал магической цепью, которая помимо того, что не дает врагу далеко уйти, еще и наносит ему урон. У клана Носферату мне больше всего зашел архетип Диверсант, который, используя клановую способность, может ненадолго исчезать, а если просто присесть, то становится частично невидимым. Из гаджетов у Диверсанта есть газовые мины, которые помимо того, что наносят урон, еще и ухудшают видимость. У Тореадоров мне приглянулась муза, но за нее лучше, конечно, играть в коопе с другом, так как из умений у нее лишь телепорт и исцеление тиммейтов. В одиночку с такими способностями, конечно, играть можно, но быстро наскучит. В одиночку за Тореадоров лучше, конечно, играть, выбирая Искусителя, который так же, как и муза, умеет телепортироваться, но при этом у него есть способность слепить противников. За другие кланы я тоже поиграл, разумеется, но больше всего, конечно, зацепили именно эти три. Итак, как я сказал ранее, против вампиров здесь выступает некое ведомство, солдаты которого патрулируют город и в случае чего сразу атакуют кровососов. Помимо прочего, это ведомство каждую ночь выпускает в город со всех сторон, дабы не было возможности убежать, облако ядовитого для вампиров газа, которое в игре является зоной, которая постепенно сужается. И что мне тут действительно нравится, в Бладхант это сделано реально интересно, ведь тут зона это не просто условный круг, который постепенно уменьшается, как в остальных батл роялях. Это именно что газовая блокада, которая каждый раз сужается в произвольной форме и бывают ситуации, когда ты буквально в газовом коридоре. Если вы все-таки попали за пределы зоны и вас понемногу начинает обивать газ, можно применить средство, которое на 10 секунд дает иммунитет к урону от зоны. И, кстати, насчет урона. Давайте немного поговорим про оружие и стрельбу в целом. Оружие в игре три вида. Это огнестрел, куда входят пистолеты, дробовики, винтовки, пулеметы, автоматы, ппшки и так далее. Арбалеты, как со взрывными снарядами, так и со стрелами, которые выпускают облако ядовитого газа при попадании. Также есть холодное оружие, которое представлено тут в виде мечей, которыми, кстати, можно отражать выстрелы врага и ножей. Что же насчет самой стрельбы, то она тут просто нормальная. Регистрация попадания адекватная, а ТТК в принципе позволяет убить противника, используя заряд одного магазина. При условии, если вы будете, конечно, нормально стрелять, что лично у меня тут получается не всегда хорошо. Кстати, если застрелить простого прохожего, вы на 30 секунд станете видимым для всех игроков. Но на самом деле мне это никаких неудобств не доставляло, ибо, учитывая плотность здешних сражений, на вас вряд ли обратят внимание. Играть в Blood Hunt лучше, конечно, в компании, ибо игра в одно лицо может быстро наскучить. Поэтому спустя некоторое время игры в одиночку, я позвал друга поиграть вдвоем, и вот в коопе Blood Hunt куда динамичней. А потом мы позвали еще и третьего человечка в пати. Я думал, что втроем мы точно будем божить и жестко выносить, но мы рано поверили в себя. Я нашел... А как... А как... А как, блядь? Он меня убивает. А как... А ты кто, Леша? Ты кем играет? Блядь! Стелл, убил уже. Блядь, вас что, обоих убили? Меня за сосед... Да ебать, нихуя себе! Жесть какая! Меня за... Минуты даже не прошло, я уже труп. Один из плюсов коопа здесь, это, разумеется, возможность рестнуть тиммейта. Но загвоздка в том, что это делается здесь лишь через точку возрождения. Если ты умер, то тиммейт должен сначала добраться до этой точки, сам при этом не умерев. После мы решили опробовать, как нам сначала показалось, режим 3х3. Но выяснилось, что это бой 6х6, где в каждой из команд по два отряда по три человека. И это какое-то безумие. Все неистово прыгают, телепортируются, исчезают, вновь появляются. Убить кого-то в таком хаосе, который там был, довольно сложно. Но у меня иногда даже получалось. Комьюнити у игры, конечно, довольно маленькая. Но все люди, которых мы там встречали, были весьма милыми. И мы даже с одним из них потанцевали и немного пообщались в чатике. Причем комьюнити настолько маленькая, как, собственно, и онлайн, что один и тот же чел нам попался в лобби дважды. То есть, чтобы вы понимали, вот столько людей играет в нее днем. Вечером становится чуть больше, где-то около тысячи. Донат в игре был чисто косметический. В преддверии прекращения поддержки, разрабы в качестве утешительного приза для тех, кому игра понравилась, сделали его бесплатным. Хочешь клевый костюм? Не проблема, отыграй несколько каток, повысь уровень и шмотка твоя. Тем, кто оттуда реально донатил, ребят, сочувствую. Так, какой же вывод можно сделать в итоге? Я считаю, что у игры был огромный потенциал. Разрабы могли бы в обновлениях добавлять новые районы города. Например, тот, где всякие офисные высотные здания. Или новые кланы, которых, как я говорил ранее, в этой вселенной огромное множество. Но имеем то, что имеем. Так как же играется то, что есть? Ну, на месяцок, думаю, ее хватит. Выбить все шмотки в батлпассе и забыть про нее. Очень жду Bloodlines 2, которую делают уже очень долго, но это уже немного другая тема. Поэтому спасибо за просмотр и пока-пока. Раз, два, три. А теперь гоним ему так же, на четыре. Давай, раз. Все, 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 все. Давай. Давай. Два, три. Я надеюсь, ты это записываешь. Да, да, идет запись.